Люди с непогашенной судимостью не могут быть кандидатами в депутаты. С такой формулировкой избиркомы в Алматы и Атараусской области отказали активистам в регистрации в качестве кандидатов. Алматинец Альнур Ильяшев отмечает, что Конституция не содержит таких ограничений. Он пытался оспорить отказ в регистрации в суде, но безуспешно. Согласно Конституции мы имеем право выдвигаться, быть зарегистрированными в качестве кандидатов и, соответственно, избранными на выборах. Но в текущий момент это не работает, и власть утверждает, что по закону, по крайней мере, они правы. Да, есть такая норма, но она противоречит Конституции. Альнура Ильяшева судили в 2020 году за посты в Фейсбуке с критикой в адрес партии власти Нур-Отан. Суд усмотрел в постах распространение заведомо ложной информации и приговорил активиста к трём годам ограничения свободы с пятилетним запретом заниматься общественно-политической деятельностью. От ираусского активиста Макса Букаева тоже не допустили к выборам. Обосновали это судимостью. Он считает, что отказ в регистрации подтверждает отсутствие намерения у власти проводить реальные реформы. В 20-м жиле власти, когда я привык с тем, что я напомню, я проработал, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Мы не знаем, что в Европе не было. отправили за решётку после земельных митингов в 2016 году. Он отбыл в тюрьме пять лет. Правозащитники включили его в список политзаключённых. Не смог получить регистрацию в качестве кандидата и журналист Думан Мухаммед Карим. Отказ объяснили отсутствием у него постоянной регистрации в течение восьми месяцев прошлого года. Журналист обратился в суд. Решения пока нет. Глава Центризбиркома утверждает, что комиссии на местах действуют в соответствии с законом. Сонымен қатар, біздің көптеген кодекстерімізде, атау айтсам, әкімшілік кодексте, салық кодексінде, және де заңдарда, нау, әскериміндетін, бүтю жөндегі, тағы басқа айта берсе. О жерде тұрған орының тіркелген орынмен теністірілген. Бүші депутат Сената Заурыш Баталова отмечает, что по Конституции все равны перед законом. Отказы в регистрации активистов она считает признаком страха властей перед оппонентами. Адамдардың конституциялық әзінің көкуғын әске асруға әсекте әу әу көйу, әзінің 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 әптеген әсеттендіру. Парламентские выборы назначены на 19 марта. В Нижней палате 98 мест. 29 депутатов должны быть избраны по одномандатным округам. 69 пройдут по партийным спискам. К выборам допущены 7 зарегистрированных партий. Субтитры создавал DimaTorzok